Мы на месте. Мы приветствуем Карину. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Посмотри визуально, что-то мешает сканированию. Но она как в целлофановом пакете. Голова у нее выше и ниже. То есть он почти закрывает ее. Хорошо. Подсвечиваю все подключенные чипы и датчики к этому пакету. Они пульсируют. Скэнер их видит. Скэнер, разрежь эту голограмму, выведи ее вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами и сформируй шар перед Кариной. Эта энергия от ЖИНа так выглядит. Сейчас и притянем у этого паразита. Готово. Этот шар отправляю в клетку-тюрьму. Выстраивается прямой канал от этой энергии к ЖИНу, притягив в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме мой заложник. Вот здесь. Считай цифры над головой ЖИНа. 56,11. Золотой. Но у него голова золотая, ниже идет синий. Ну вот, наверное, так и на этом переход. На этом также и останется, потому что ЖИН сегодня потеряет все, что ему дорого. Начинают его челмы, заканчивая кольцами и всеми магическими артефактами. Что ты делаешь в этом биополе, паразит? Он показывает. Он с ней разговаривает. Он с ней общается. Хорошо. Посмотрим, как ты будешь общаться без всех своих артефактов. Даю команду. На счет 3 сканера сканирует пространство над головой Карины, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканирует систем тонких тел Карины. Находит все. А здесь Лизард. Лизард. Хорошо. И Мигрирует кто-то? И БЕС нет. Я просто смотрю, подключка у него. Такой круг в ногах крутится, который и БЕС там еще и ЖИНа все. Какой БЕС? Восемь. Хорошо. Итак, у нас БЕС восьмой, Лизард и ДжИН 5611. БЕС, сколько ты находишься в биополе? Первый вопрос. Три недели находится. Где ты подключился? Он показывает. Это земля, земля, трава, где она идет, этот круг там. Ты хочешь сказать, что она случайно вступила в твою энергию? Или это было? Нет, не случайно. Хорошо, объясняю. Моя энергия притягивает определенные внутренние состояния. Вот, давай об этих состояниях и поговорим. На какое состояние среагировала твоя подключка? А я тебе сейчас объясню сразу. Моя подключка – это круг, который притягивает привычки. Привычки – это же замкнутый круг. Как привык, так и поступаешь. Вот мой круг ее и хочет вернуть. Ну хорошо, привычки бывают разные. Привычки – это состояние. А ты знал ее состояние до этого? Я же говорю, у привычек есть свои определенные энергии и запахи. Мой круг усиливает их и притягивается на эти вибрации, заставляя человека повторять и вести туда, что он уже закончил. Например, алкоголь, агрессию. Алкоголь, агрессия. Хорошо. Так что я не могу сказать, что я его подкинул. Так притягиваются привычки. Согласен, Биас, у меня к тебе никаких претензий, никаких вопросов по этой теме нет. Ты зашел на свою чистоту. Эту чистоту не ты излучала, а она излучала. Если человек возвращается после чистки к своим привычкам… Это как магнит. Она может и не возвращается, но мой круг ее возвращает, притягивает, уговаривает. А что в тебя остановило? Гармонизирует эти привычки. Как два магнита при… Плюс-минус, да? …лепляются друг к другу. Так мой круг и ее знакомые привычки ходят по кругу и ищут прошлые знакомые дела или привычки, действия. Интересная у тебя специализация. Здесь, в принципе, все понятно. Единственный вопрос, что меня интересует, как бы она могла избежать твоей подключки? Она борется, будет бороться дальше. Мои вибрации, вибрации моей подключки будут отрезаны. Вот так вот. Скажи, ты видел Меркаба в ее биополе? Что-нибудь могло тебя остановить, когда ты входил в ее биополе и устанавливал подключки? Одно с другим не связано. Меркаба не защищает от самой себя и своих привычек. Для этого нужно быть чистым внутри. Хорошо, Бес, здесь все понятно. Вопросы вне. Три недели ты находился. Лизар, сколько ты находился в этом биополе? Один месяц. На что ты зашел? Какая была ситуация? Где ты зашел? Это дом был или это было на улице, в помещении? И какая чистота тебя привлекла? Он почему-то показывает на ее сердечную чакру, и там что-то защемлено, какое-то чувство у нее, тоски что-ли внутренней. Вот он на него зашел, он его показывает. Хорошо, это чувство сейчас подсвечивается красным цветом в ее биополе. Какое-то смирение, тоска. Кругом горит у нее в сердечной чакре. Хорошо, Карина. Вы видите этот круг, который горит у вас в сердечной чакре? Это одиночество, что-то все вместе связанное. Как будто она одна борется. Ну, это абсолютно неверно. Она, безусловно, не одна борется, все борются. И это состояние она произвела. Хорошо. Карина, вы видите сейчас в вашем биополе эту проблему, этот блок. Вы готовы от него избавиться? Хорошо. Если вы не хотите его себе оставить, значит, тогда сформулируйте это намерение. Нет, я хочу быть сильной, но... Вот. Если вы хотите сильной, но... Изнутри есть стройки. Но уже нет, если вы хотите быть сильным. Мне нужна помощь, поэтому я здесь. Это верно. Но какие страхи могут быть? Объясните, что может такое страшное случиться с вашей точки зрения? Все сущности, которые у вас находят... Будущее. Будущее. Хорошо. Ну, будущее. Вот сейчас мы перейдем к будущему. Будущее – это у нас работа Джина. 56.11. Не так ли, Джин? Ну, он стоит скромно, показывает, как он окутал ее. Джин, давай сделаем так. Если ты не хочешь осложнения нашего разговора сегодня со всеми истекающими последствиями, я не собираюсь и не хочу на тебя воздействовать. Мне нужна информация. Информация для Карины. Если ты не начнешь сейчас рассказывать ее и будешь считать скромно и показывать на картинке, то мы с тобой... Слабые точки были описаны. Хорошо. Она задавала себе вопросы внутри. Я услышал. Насчет страха. Поэтому я пытался отвечать и разговаривать с ней. Понятно. Объясни мне, как ты воздействовал на нее с этим страхом? Усиливала. Ты его усиливала. Даже во сне. Какие картины ты ей показывал? Безысходности, конец, финансовый крах. Да, худшая жизнь, чем сейчас. Понятно. Хорошо. Ну что ж. Меня эта информация устраивает. Видишь, ты коммуницируешь, ты работаешь, ты отвечаешь на вопрос, у меня к тебе претензий нет. В конце концов, ты зашел не просто случайно, ты увидел какой-то для себя шанс. Сколько ты находился в этом биополе? Шесть недель. Сколько ты... Где ты подцепился? Меня вот это еще интересует. Что это был? Сон? Квартира? Портал? Помещение? Улица? Он ее слышал. Он слышал ее мысли, ее страх. Ее этот страх притянул Джина, я правильно понимаю? Да. Хорошо. Здесь мне все понятно. Хорошо. Видите, Карина, как все легко работает. У вас начинается страх легкий. Вы притягиваете этим страхом Джином. Потом начинается страх уже не легкий, а серьезный страх. Если бы на этом месте, на этом этапе выдавили из себя этот страх, это состояние, и просто подумали, что вам вообще ничего бояться в этой жизни, кроме своих ошибок, возможно. Вот. Как у каждого человека. Здесь почему-то слово идет вера в себя. Вера нет в себя. Ну, если идет это слово, значит, оно не случайно появилось. Хорошо. Все все ответили. Даю команду тонкой копии Карины спроицировать все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную энергию. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкой аборационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм, пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Карине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И мы остановились на этом страхе в сердечной чакре Вера, который у нее есть обрамленный красным цветом. Да. Силой моего намерения и силой намерения Карины выдавливаем этот страх. Он выходит и формируется перед ней в шар. Этот страх, от него тянутся энергии к голове, к рукам. Вытягиваем все. Все этот шар всасывает в себя, выходит и втягивает в себя все эти нити. То есть этот страх ей влияет на ее поступки, действия, движения, принятие решения и даже слова. Вот это и есть оно. Выходит все. Вытягиваются все эти нити. Все летит в шар до 100%. Включая Карини внутренние белосеты, она дополнительно выдавливает из себя своим намерением все эти нити сомнений. Все летит в этот шар. Готово. Я сейчас прям чувствую, как бес стоит и облизывается. Хочешь получить? Хочешь. Отправляю бесу. Это его чистота. Пусть получает. Он дал ценную информацию сегодня. Ревер закончился? Да, закончился. Устанали фильтр золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса. Карина забирается чистая, светлая, божественная энергия. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Усилие потоки в 50 раз. И такие слова идут, что чтобы не случилось, у меня есть я. То есть она должна верить в себя и в свои силы. Это только она может сделать. Мы не можем заставить человека верить в себя. Это она должна понять. Она должна дойти до этого, что она сильнее любых обстоятельств. Реверс закончился. Начинаем с вытаскивания. Бес. Выходи. Снимай все, что ты оставил на своей чистоте. Скажи, есть затемнение где-нибудь в биополе у Карины? Он показывает грудь. Затемнение. Хочешь получить затемнение? Он уже получил. Там была у нее вот эта вот тоска какая-то. Хорошо. Больше ничего нет, да? Тогда снимай все. У меня есть еще небольшое, но у нее на спине есть затемнение. Поясница. Хочешь его? Да. Снимай все, что ты оставил. Как закончишь, доложи. Я дам тебе отдельную команду. Готов. Разрешаю тебе забрать затемнение. Забирай и возвращайся назад. Есть. Лизард, твоя очередь. Выходи. Вытаскивай свое гнездо. Отключайся полностью. Энергию вытягивай, чтобы ничего, следа не осталось. Приступай. Возвращайся назад. Готов. Джин, тебе выходить не надо. Втягивай в себя свою пыль, все свои подключки, все, что ты оставил в биополе. Готов. Даю команду на рассинхронизацию. Карины с Джином, Лизардом и Бесом. Пошла рассинхронизация. До 100% закажется автоматически. Есть. Включай внутренний белосет Карины. Этим сетом она выдавливает из себя все негативные патогены, низкоаберационные, чужеродные, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Есть шарик. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергии отстегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, все прошли проверку. Буду отпускать в первый раз. Лизард, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистителе Лизарда. Он уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Бес. Ты тоже не приходишь больше в это биополе. Тебе это понятно? Понятно, понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Беса. И он уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Джин. Повторяться не буду. Ты понял. В это биополе больше приходить не надо. Понял, Джин. Понял. Если Джин понял, открываем внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. И Джин уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Есть. Круг Беса у нас остался? Остался. Открывая под его артефактами портал в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Хорошо. Давай заправим Карину энергию. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибраций? 390 и 26. На счет 3 макушку головы Карина начинает поступать 7 высокоаббрационных потоков по 390% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые ей цвета. Начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Ангельский свет идет в позвоночник. Ой, стоп. Перескочил. Красный цвет пошел, оранжевый пошел, желтый пошел. Зеленый пошел, светло-голубой цвет пошел, темно-синий цвет пошел. И фиолетовый цвет пошел. Все 7 цветов по 390% каждый. Частота поднимается до 26 Гц. Готово. Синхронизируется энергия вибраций. Гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Карина, мы закончили вашу проверку. Все убрали. Как вы себя чувствуете сейчас? Я не могу правильное слово подобрать. Я какая-то насыщенная энергиями. Но они не резкие, они мягкие. И внутренне меня делают полной, непробитой. Радость дают и силы. Вы давляете каждый день негатив. Вспомните наши рекомендации. Заправляетесь энергиями, как я вам показал в этом сеансе. По цветам. Вы должны знать цвета. И ощущать, как эти цвета поступают каждый цвет в свою чакру. После этого вы даете команду на синхронизацию, гармонизацию ваших энергий. Цифры мы вам указали, сколько энергии, какая частота вибраций. После этого вы выставляете меркабу. Ее выставляем так. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в биополе Карины активируем ей меркабу. Активировано. И вы стоите внутри этой меркабы. Вы видите ее сейчас? Да, и мне очень спокойно. Вот. Потому что это ваша защита. Это защита, универсальная защита во Вселенной. Вы должны себя представлять внутри этих двух треугольников в 3D. И как только вы себя представите, соответственно, вы уже поставили эту меркабу. Хорошо, Карина. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Кариновой системы биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...